Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейка Кройка и Шитье. И сегодня мы продолжаем тему моделирования вот такого платья. В прошлый раз мы с вами построили полочку, нам осталось и юбочку. Нам осталось добавить построение вот этой вот спинки и такого красивого рукавчика. Итак, что у нас есть? Наши исходные данные. Надо сказать, что у меня постигло небольшое несчастье. У меня пропали, снятое видео пропало, у меня пропала вся информация с моего компьютера. Сейчас приходится все восстанавливать. Поэтому будем исходить из того, что у нас есть на сегодня. Итак, посмотрите, вот у нас была вот такая спинка, спинка сохранилась. Что я сделала? Я тогда полтора сантиметра вот в этом месте приталила. И срезала вот эту вот выточку. Это у меня получилось приталивание. Соответственно, вот эта выточка, которая была побольше немножко, на эти полтора сантиметра, стала поменьше. И я ее изобразила вот таким вот образом. Затем, как ведет себя верхняя часть этого платья? Верхняя часть этого платья, как в корсете, идет от вот этой точки, в верхней точке бокового шва, параллельно линии талии. Отрезали. И вот это больше нам не нужно. Еще вспомним, что мы с вами рукавчик должны были как бы немножко завести вот сюда, чтобы он примерно вот так вот пришивался у нас. Вот так, вот так, вот так. Так, то же самое с той стороны. Значит, мне нужно вот эту часть рукавчика сделать. Как бы окат рукава будет у меня, ну, об этом чуть дальше. Итак, я пока работаю со спинкой. Вот эти изменения давайте мы запомним. Вот это пойдет уже у нас на рукав. Так. А мы работаем сейчас со спинкой. Значит, мы отрезаем по нарисованной линии. Эта часть нас не интересует. И закрываем вот так остаточную выточку. Остаточную выточку мы с вами закрыли. После этого мы можем обвести то, что у нас осталось на спинке. Так, ну, давайте обведем. Так вот сделаем с этой стороны. Вот так. Долевая нить, как правило, идет посерединке. Так. И что у нас получается на выходе? На выходе у нас получается вот такая вот картина. Значит, это верхняя часть спинки. Так. Это середина спинки. Это боковой шов. Так. И что-то я немножко вас обманула. Это низ. Это бок. Это середина. Значит, чтобы перейти к рукавчику, вот этого ничего не нужно. Да, мы укоротили вот это плечико. Но мы же должны прийти этим рукавчиком вот сюда. Давайте вот так сделаем. Вот так. Чтобы вам было видно. Наш рукавчик пойдет. Вот это все будет зона рукава. Это будет зона рукава. Вот так примерно. Итак, мы построили с вами вот такую вот спинку. И нам осталось построить рукав. Длина этого рукавчика у нас будет до локтя. Вот это я рисую линию низа. Выбираю серединку этого отрезка. Вот это серединка нашего рукавчика. Так. Длина этого рукава, на ней откладываем длину. Длина у нас 30 сантиметров. Плюс 3 сантиметра, на которые мы укорачиваем наше плечо. Мы заводим как бы наш рукавчик на плечо. Значит, мне нужно 33 сантиметра. Откладываем сюда. Выбираем высоту оката рукава. Высота оката рукава, в данном случае, это рукав очень-очень рубашечный. Рубашечный рукав всегда меньше, чем, вернее, высота оката рукава, рубашечного рукава, всегда высота оката рукава рубашечного меньше или равна 2 третий вертикального диаметра проймы. В нашем случае вертикальный диаметр проймы был 16 сантиметров. Значит, наша высота оката рукава будет меньше или равна 2 умножить на 16 и разделить на 3. Приблизительно у нас получается 32 разделить на 3, 33, 11 сантиметров. То есть я могу взять, скажем, 10 сантиметров. И это меня вполне устроит. Значит, высоту оката рукава нашего я выбираю 10 сантиметров. Вот такая вот у меня получилась, вот такой я сделала выбор. Значит, эта точка будет у меня вот здесь. Эта точка О, эта точка О1. Значит, линия ширины рукава под проймой проходит у нас через вот эту вот точку. Нарисуем ее. Какой у нас будет ширина рукавчика? Ширина рукавчика будет широкой. Я думаю, что ее надо взять, ширину рукава АВ, в 2 раза больше, чем мерка обхвата плеча. 2 умножить на обхват плеча, на вот эту мерочку. И обхват плеча, если у нас был 26 сантиметров, то 2 умножить на 26 получится 52. Значит, по 26 сантиметров я должна отложить влево и вправо. Сюда и сюда. Это точка А, это точка В. Мы определили ширину рукава. Можем определить теперь, можем построить, наконец, окат рукава. Давайте уже работать другим цветом. Итак, посмотрите, рукавчик у нас прямой. Можете сделать его вот таким вот расклешенным немножко к низу. Это ваше усмотрение. Можете прямым просто сделать, потому что низ рукавчика в данном случае тоже собирается на сборку. Вот это низ рукавчика, он нам понятен. Так. И мы строим с вами окат рукава. Давайте пока в простом карандаше. Раз. И два. Так. А сейчас я буду строить как обычно. То есть, переднюю половинку, она у меня всегда слева, я делю пополам. Заднюю делю на три части. Вы делаете по линеечке, я делаю на глаз. Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикулярчики. Так как рукав рубашечный, они не должны быть большие. Переди побольше, сзади немножко поменьше. Вот таким образом. Не буду подробно рассказывать, как я строю рубашечный рукав. Это мы с вами делать все уже умеем. Кто у меня учится, кто не умеет, тот посмотрит видео на эту тему, потому что мы уйдем далеко в сторону. Ну и вот, что у меня получилось в данном случае. Мы оформляем головку. Получится у нас такая история. Можно обвести ее красненьким цветом. И осталось в конце концов понять, что делать дальше. Вы измеряете на спинке, докуда вы хотите пришить рукавчик. Допустим, вот это место. Сколько-то тут у нас сантиметров получится. Вот здесь будет начинаться у нас рукав. 24 сантиметра. И вот эти 24... Виноват? 24. Если у меня сейчас 11, показывает. Ага, то надо делить пополам. 6 сантиметров мне нужно озвучивать. Не могу привыкнуть вот к этому масштабу. Одним словом, вот это расстояние равно вот этому расстоянию. Здесь посадки не будет. То же самое вы измеряете со стороны полочки. Вот так. Эта спинка, значит, я должна была вот здесь отмерить. А на вот это расстояние, тоже примерно 6 сантиметров, я измеряю со стороны полочки. И вот уже вот на этом месте я рисую волнистую линию. И собираю это все на сборку. Какая должна быть сборка? Эта сборка должна быть равна длине вот этого участка со стороны спинки и точно такого же участка со стороны полочки. Ну и на примерке вы можете это все уточнить. Вот, собственно говоря, на этом и все. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко.